Атмосферой торжественного волнения встречал всех гостей сегодня лицей. Заключительная проверка аппаратуры и ребята бойко приступили к началу линейки. С первых минут стало понятно каждому пришедшему сюда впервые, что в этих стенах свято чтут и с гордостью несут имя Петра Мироновича. Для всего лицея это очень важное событие, потому что здесь собрались дети из провинции. И Петр Миронович, он был за людей, он чувствовал лицей людей и очень хорошо к ним относился. И он с трепетом поднимал нашу страну. И мне очень приятно, что мы не забываем эти традиции и чтим его память. Продолжают и дела выдающегося лидера, направленные на процветание нашей страны. В лицее на протяжении второго учебного года реализуется инновационный проект внедрения моделей использования кагнотехнологий, технологий дополненной реальности с целью формирования гражданско-патриотической компетентности учащихся. В рамках этого проекта у нас уже реализовано много очень интересных идей. Так жила наша газета «Альма-Матер», которую выпускают лицеисты. Детям очень интересно, что здесь зашиваются в газету еще и видеосюжеты, над которыми работают тоже наши лицеисты в рамках интересного нашего проекта «Лицей-Информ». Также провели в прошлом учебном году конкурс буклетов о лицее с использованием данной технологии. На этот учебный год задумок не меньше. Планируется открытие музея имени Петра Машерова и проведение конкурса буклетов в рамках года «Малой Родины», в котором ребята смогут представить собственные проекты о родных местах, поделиться их историей и интересными фактами. Причем технология дополнительной реальности будет в полной мере применена конкурсантами. Оценили ее и гости пришедшей встречи – ученики средней школы номер 13, для которых была организована экскурсия с демонстрацией возможностей данной новации. Мне очень понравилась экскурсия тем, что все факты дополнили мою реальность. Я могу увидеть фотографии, еще могу в одном приложении на телефоне увидеть, посмотреть видеозаписи, как это все было. Как видим, активная работа в лицее не сбавляет обороты. Остается только пожелать удачи продолжателям дела Петра Мироновича в достижении поставленных целей. Продолжение следует...